Ну что ж, уважаемые коллеги, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Давайте мы начнем наш вебинар сегодняшний. Я думаю, что те участники, которые захотят участвовать в нашем вебинаре, они подсоединятся к нам, присоединятся, а мы, пожалуй, с вами начнем. Итак, в нашем распоряжении 40-45 минут. Ну, возможно, это чуть увеличится за счет обратной связи. Если у вас будут вопросы, давайте договоримся, как всегда. Вы задаете свои вопросы, и мы пытаемся на них ответить. Итак, тема сегодняшнего нашего вебинара – развитие навыков письма, эссе. Мы все знаем, что у нас есть… Давайте сначала цель вебинара – совершенствование знаний и умений по подготовке учащихся к написанию различных типов эссе. Посмотрите, пожалуйста, на наши ключевые слова. Если мы посмотрим на программу для общеобразовательных школ, для основной школы, у нас есть P5, для учителей русского языка это известно, письмо, пятая цель у нас, пятый подраздел, у нас написание эссе. И вот посмотрите, в какой иерархической последовательности у нас выстроены все типы эссе. В пятых-шестых классах мы обучаем детей писать эссе-повествование, эссе-рассуждение, эссе-описание. В седьмом классе я говорю это по языку первому. Сейчас мы будем еще говорить и по второму языку. Значит, седьмой класс у нас аргументативное эссе, в восьмом классе академическое эссе и в девятом классе у нас дискуссионное эссе. На сегодняшнем вебинаре как раз-таки мы поговорим о структуре этого эссе, несмотря на то, что структура эссе, она везде одинакова. Тем не менее, согласно этой структуре и содержанию, они имеют свои определенные характеристики и определенные черты. Поэтому задача сегодняшнего нашего вебинара как раз-таки определить характерные черты и разницу между этими типами эссе. Наша задача сейчас подготовить вас, учителей, потому что по результатам обратной связи учителя говорят о том, что им достаточно сложно сейчас обучать учеников аргументативному эссе, как мы поняли, академическому и дискуссионному. Возможно, к дискуссионному вы еще не подошли, вот девятый класс у нас, да? Давайте мы с вами разберемся, как готовить детей к написанию этих типов эссе. Итак, давайте мы сейчас проведем сразу же обратную связь. Вот я сейчас назад пролистаю, и там есть нумерация типов эссе, помните, да? Задание следующее. Сейчас напишите, пожалуйста, вот здесь вот справа, если в каком типе эссе вы не испытываете никаких затруднений, то есть вы понимаете, вот смотрите, эссе повествования 1, 2 эссе рассуждения, 3 эссе описания, 4 аргументативные, 5 академическое, 6 дискуссионное эссе. Выберите, пожалуйста, 1, 2, может быть, 6 эссе. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Номер запишите, пожалуйста, того типа эссе, которое вам не представляет особой трудности. И у вас это хорошо получается, и у детей это получается хорошо. 1, 3, Ужан, спасибо. То есть с эссе повествованием и эссе описанием проблем больших нет. Коллеги, жду, ждем обратной связи. 1, 2, 3, 1, 3, Наталья, еще, еще, еще. С каким типом эссе трудностей не возникает? Вот видите, да? Вот. Обычно это повествование, рассуждение, описание. Юля, здравствуйте, рада вас приветствовать. Вот, аргументативное эссе Юли появилось, Оля Раздорская, 1, 3. Еще, 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 возможно. Угу. Оксана, здравствуйте, Владимировна. Ага. Эссе рассуждения. Хорошо. Ну, как видим, коллеги, да, Сатан Бегентайна, смотрите. У нас не вызывает особых трудностей эссе повествования, рассуждения и описания. Мало кто, вот только Оля и Гульмайра у нас сказали, аргументативное и академическое эссе не вызывает особых затруднений. Но, в общем, все-таки большинство сказало, что первых три не вызывает затруднения. А следующий вопрос к вам тоже, пожалуйста, сейчас вышлите обратную связь. Как учитель, вы понимаете данный тип эссе, но пока учащийся затрудняется в написании этого эссе? Итак, в каком типе эссе учащиеся испытывают затруднения? Вот какой из этих типов на самом деле вызывает, ну, трудности при написании учеников? Ну, наверное, по логике это будет 4, 5, 6, да? Ну, чувствуется. Ага, Светлана, 4, 5, 6. Оля, 4. Коллеги, еще, 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 еще. Алиса, 4, 5, 6. Логично. 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 4 аргументативные, Оксана Владимировна. Вот четверка везде, смотрите, Светлана Бекинтайна, да? Вот аргументативное эссе. Академическое и дискуссионное эссе. Логично. Логично. В принципе, мы с Алтаном Бекинтайной так и предполагали, что именно эти типы эссе у вас, и не столько у вас, сколько у учеников, вызывают затруднения. Так, ну, теперь произвольно, пожалуйста, какие именно затруднения испытывают ваши ученики при написании эссе. Мы же знаем, да, что эссе у нас построено по четкой структуре. Это у нас вступление, введение, основная часть и заключение, да? Скажите, вот при формулировке тезиса, возможно, да, при подборе аргументов, допустим, фактов, вот что именно вызывает у ваших учеников затруднения? Напишите, пожалуйста, произвольно. Коллеги, ждем. Рассуждение, так как словарный запас маленький. Да, возможно. И наша задача в данном случае подумать, да, подходы, как можно расширить этот словарный запас. Вот оно, подбор аргументов. Да, вот тут я с вами соглашусь, коллеги, да, с Алтаном Бекинтайной. Доказательство, это самое сложное. Ага, примеры на литературную тему. Хорошо. Логический переход от одной части к другой. Да, вот об этом мы тоже сегодня с вами будем говорить. Так, еще, возможно, коллеги, еще. Что еще вызывает затруднения у учеников? Хорошо. Давайте двигаться аргументы. Видите, вот с аргументами, коллеги, вы абсолютно правы, вот что значит практики, да? На самом деле аргументы вызывают самую большую трудность. Итак, давайте пойдем дальше. Значит, по типам эссе мы сейчас остановимся только на тех вопросах, которые вы сейчас задали, да? По аргументативному эссе и по дискуссионному и академическому эссе. Но все-таки, коль мы с вами заявили все типы эссе, сегодня мы с вами поговорим и очень коротко о тех типах, которые вот заявлены в этом вебинаре и вообще в нашей программе. А пока я говорила, вы, наверное, посмотрели, да, формат эссе, да? Вот здесь мы не будем долго останавливаться. Мы уже сказали, что это введение, что это основная часть, что это заключение. Мы также знаем, что в эссе огромнейшую роль играет как раз-таки создание вот этого магнита, мы называем. Это то, что привлекает. Возможно, это тезис, возможно, это какая-то тема, возможно, это какое-то предложение, идея, которая явно должна привлечь читателя этого эссе. Вот посмотрите, способы создания магнита в эссе. Можно задать хороший вопрос, да, и это смотивирует дальше читать это эссе. Можно начать с интересного наблюдения, вот тут есть хорошие примеры. Можно написать что-то неожиданное, да, это тоже может служить хорошим магнитом. Можно использовать известные изречения, цитаты, почему нет. Это тоже очень хороший способ создания магнита. Дальше. Эссе-повествование. Здесь мы долго не будем задерживаться, но тем не менее, вот несмотря на то, что на, казалось бы, вот такую вот легкость написания этого эссе, тем не менее, на каких-то характерных чертах позвольте сейчас именно мне и остановиться. Вот посмотрите на эти вот характеристики, да. Что характерно для эссе-повествования? Это последовательность, чаще это хронологическая последовательность, это какая-то история, рассказ и отношение к событиям. Ну, а по структуре это та же самая структура. Итак, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, напишите, вот сочинение повествования, эссе-повествования, знак равенства мы ставим или нет все-таки? Скажите, если нет, то рядом напишите, какая тогда принципиальная разница между сочинением-повествованием и эссе-повествованием тогда? Пока вы думаете, я хочу сказать, что у нас есть еще в П-6, это творческие работы, да, и там как раз-таки есть вот эти сочинения-повествования, а перед этим есть эссе-повествования. Так, ждем, коллеги, ваших ответов. Да или нет? Знак равенства мы можем поставить, напишите да. Если мы не можем поставить знак равенства, напишите нет. Да, Александр Владимирович считает, что это нет. Так, кто еще как считает, ну хотя бы проконстатируйте нет. Нет. Отлично, Юля. Валерина, ага. Еще. Нет. Возможно, вот, Оксана, вы уже написали, почему нет, почему мы не можем поставить знак равенства? Так, Ирина думает, что нет, хорошо. Так, но на самом деле, действительно, мы не можем поставить знак равенства, потому что это у нас разные типы письма. Итак, смотрите, разные виды, извините, письма. Итак, что в эссе-повествовании? Давайте немножечко хоть остановимся, да? Итак, в обведении, что это может быть в эссе, именно в эссе, не в сочинении, а в эссе. Посмотрите. Описание места, это может быть и в сочинении. Представление персонажей, тоже может быть. Подготовка читателей к тому, что произведет дальше. А вот это уже характерно для эссе. Именно для эссе. Магнит. А вот это тоже. Ага, в эссе больше своего мнения. Ну, это вот такое вот расплывчатое, на мой взгляд, расплывчатая разница, да? И утверждение. Вот посмотрите, вот это введение эссе, оно отличается от эссе-сочинения. Посмотрите, потому что здесь есть утверждение, есть здесь магнит. Теперь дальше. Смотрите, какая разница между магнитом в сочинении и магнитом в эссе. Посмотрите, в повествовательном эссе магнит будет читать или желание самому догадаться, что же произойдет дальше. Вот, как раз таки. Так, и есть тут пример. Вот следующее задание. Итак, они у нас пронумерованы. У вас 10 предложений перед вами, уважаемые коллеги. Пожалуйста, отметьте цифрами, 3 предложения, соответствующими цифрами, которые не могут быть хорошими магнитами в повествовательном эссе. У вас минута, не больше. Пожалуйста, прочитайте, пожалуйста, и найдите 3 предложения, которые не могут быть хорошими магнитами. Просто цифры пишите. Ждем. Коллеги. 3, 4, 6. 3, 4, 6. Хорошо. Ага. Так, 5, 7. Ну вот, коллеги, наверное, скорее всего, вы согласитесь с нами, если мы скажем, что магнит как раз таки это такое предложение, когда о последующих событиях читатель должен догадаться сам. То есть, в принципе, не несет какой-то неожиданности, да, не несет какой-то такой информации, которая бы вот заинтересовала, примагнитила бы, да. И здесь, скорее всего, возможно, вы тоже правы, да, и возможно, в каких-то предложениях вы не увидели магнита. Но вот в данном случае, вы правы, когда вот назвали 5, вот Оля, Натали назвала, да, Волга впадает в Каспийское море. Ну, это никак не может быть магнитом. Ну, потому что это констатация факта, и ничего тут неожиданного, да, и ничего тут такого нет того, чтобы можно было потом развернуть, да. Домыслить. Домыслить, вот правильно говорит Салтану Кентайна, домыслить, например. Или же она подарила часы своему другу в день его рождения, например. Ну, вот тоже. Вряд ли. Или вот вы, восьмерочка тут у Оли Раздорской, да, у Натальи Николаевны была. Наталья Николаевна прям в точку попала. Ага. Восемь. А в русско-финском словаре, которым мы пользуемся на уроках, всего 500 страниц. Ну, просто констатация факта. Ну, что ж, коллеги, идем дальше. Хорошо. Да, факты Натальи Николаевны, вы абсолютно правы. В основной части эссе-повествования, смотрите, содержится главная интрига. Это, возможно, посмотрите, вот один абзац – начало истории, второй – это развитие, третий – четверть – кульминация и развязка. И вот тут есть очень хорошее предложение-связки, которые, вот как раз-таки Юлия Валерьевна, по-моему, говорила, да, что проблема в связках. Вот эти связки как раз-таки, и они помогут ученикам выстроить в хронологической последовательности эту историю. Ну, и заключение. Посмотрите, это завершающая идея какая-то, это последнее предложение, возможно, это мораль, если это эссе-повествование, или предположение какое-то открытие. Ну, что ж, эссе-описание. Ну, вот здесь вот буквально в двух словах сейчас структуру Салфана Бекинтайна пояснит. Посмотрите на характеристики, то есть это несколько уже другой тип, пожалуйста. Коллеги, вы видите перед собой прежде всего структуру эссе-описания. Тема, общее впечатление, затем идут характеристика 1, характеристика 2, характеристика 3. То есть, когда мы пишем эссе-описание, то первоначально мы описываем общую картину, общий вид, общую панораму, то, что мы видим. А затем уже из этой панорамы начинаем непосредственно выделять определенные какие-то детали, то, что мы хотим более детально описать, на что мы хотим особо обратить внимание. Естественно, если это, допустим, походы в лес, например, да, общая картина леса, поляны, а затем, соответственно, характеристика 1 пойдет, это описание уже непосредственно цветов, которые мы там видим, описание неба, которое находится над нашими головами. Поляной, да? Да, над поляной. Это непосредственно трава, описание деревьев, которые есть, существуют. То есть, соответственно, в зависимости от того, какие детали вы уже хотите дальше описать. Ну, естественно, оценка это, прежде всего, коль эссе описание, значит, это ваши эмоции, чувства. Здесь мы не боимся передавать то, что мы чувствуем в данный момент при виде того, что перед нашими глазами. Спасибо. Ну, вот эссе рассуждения у нас есть, мы знаем, да, и с эссе рассуждений, в общем-то, больших проблем у нас нет. Это доказательства, это факты. Другое дело, как научить детей подбирать эти доказательства и факты, потом делать выводы, да. В более старших классах мы переходим к аргументативному эссе. И вот тут начинается, как вы абсолютно правильно заметили, начинаются проблемы. Вот сейчас Алтанат Бекинтайна, она учитель русского языка и литературы, называет интеллектуальной школой нашей города Талдыкорган. И это действующий учитель, практик. И мы заранее знали, что действительно аргументативное эссе именно вызывает очень много вопросов. И более подробно мы на нем остановимся. Вам слово. Большое спасибо, коллеги. Давайте перейдем непосредственно к тому, как научить наших детей писать аргументативное эссе. Поэтому сегодня, вот в нашей беседе, мы будем учиться обучать, прежде всего, создавать вступление, создавать вторую часть аргумента, самую основную часть, и заключение в аргументативном эссе. Давайте посмотрим, начнем с первой части. Итак, вступление. Казалось бы, ничего сложного, но согласитесь, что нашим учащимся очень сложно начать эссе. Это бывает, и порой уходит много времени на это. Сейчас мы эти вопросы можем задавать как нашим учащимся, так и самим себе сейчас. То есть, как мы обычно начинаем вступление сами, как филологи, как практики, и как обычно начинают свое аргументативное эссе наши дети. Какие виды вступлений есть, существуют? Какие классификации знаете вы? Знают ли эти классификации ваши учащиеся? Что больше всего вызывает трудности при написании вступления? То есть, сейчас бы мне хотелось остановиться более подробно на вступлении и ознакомить вас с хорошими классификациями вступлений. На практике нашей школы мы пользуемся видами вступления по льену и по морозовой. И поэтому данный ресурс мы предлагаем прежде всего нашим учащимся. Просто, так сказать, учащимся напишу аргументативное эссе, не обучив его этому и не дав ему, вот именно, не оказав ему скафолдинг, поддержку, конечно же, это неправильно. Поэтому каждый этап мы с учащимися прописываем, прорабатываем, даем им теоретический материал, но затем уже все это отрабатываем на практике. Например, мы учащимся предлагаем вот такие вот виды вступлений, зачинов по льену. Академические, традиционные, потому что многие наши учащиеся начинают именно аргументативное эссе по этому типу. Вот я, киношный, дневниковый, цитатный. Значит, академический мы с вами сказали, с одной стороны он легкий, традиционный, но тем не менее требует своей определенной информативности, точности и деловой сухости. Но самый легкий, чаще всего наши учащиеся начинают с этого. От я, так называется, то есть непосредственно, когда учащийся уже сам четко и мотивированно заявляет свою позицию, не случайно выбрана эта тема, я не только читатель, я и человек, который меня интересует, эта тема и так далее. Дальше разворачивает свою позицию. Киношный, конечно, он очень сложный. Не каждый из учащихся может начать именно с этого. Здесь вам приводятся некоторые примеры. Ненастная ночь, за окном шуму древень, мокрые стекла стучат, темные ветви, тихо и уютно горит настольная лампа, передо мной на коленях, там, Томика Антона Павловича Чехова. Согласитесь, что это очень сложная конструкция. Это, естественно, не каждый учащийся, а только подготовленный. Тот, кто очень хорошо читает и много читает, может использовать именно этот детский. И вот есть тот словарный запас, да? Да, тот словарный запас, о котором вы сейчас как раз таки и говорили. Но учащиеся, которые выбирают именно этот неподготовленный, они рискуют, прежде всего, несоответствие соблюдения будет формы и содержания, потому что выдержать этот художественный стиль от начала и до конца, согласитесь, может только лишь очень сильно подготовленный учащийся. Дневниковый тоже. Очень часто наши учащиеся используют именно это вступление. Допустим, Балконский, кто он, что он. Когда учащийся сам проводит параллель, между собой и героями видит какие-то общие черты, находит общие черты между собой и героями, которых он описывает. Либо цитатный. Тоже очень хорошее вступление. С одной стороны, он самый, скажем так, легкий при написании, потому что не нужно нашим учащимся искать уже какие-то первые строчки, первые слова, потому что они самые мучительные, долгие. А сразу начать с цитаты. Что вы над собой сделали, говорит Соня Раскольникова, вдумаемся в ее слова. И дальше пошло уже непосредственно раскрытие этой мысли. Конечно же, есть и другая классификация. Это классификация вида вступления по Морозову. Есть исторический, то, о чем мы говорили, оно перекликается с академическим повином. Аналитическое тоже. Очень часто наши учащиеся начинают свои вступления именно с аналитического. То есть объяснение какого-то понятия, что такое верность, что такое дружба, например. И уже непосредственно от трактовки этого понятия учащиеся уже начинают переходить к теме рассуждения. Сравнительное, то есть когда проводят параллель между литературными произведениями, героями. Обществоведческое вступление, когда непосредственно сразу учащийся начинает вступать и приступать к теме. Или же бывают такие начала, которые носят такой сугубо личный характер на личном материале. Соответственно, здесь учащийся должен показать свое мироощущение, чувство, эмоции, которые он в данный момент ощущает, когда пишет эссе. Здесь, на этом слайде, вы видите некоторые примеры биографического вступления, аналитического вступления, цитатного вступления. То есть, соответственно, когда учащимся, мы даем виды вступлений и отрабатываем именно этот теоретический материал, учащимся затем в последующем легко начинать вступление и делать вступление. То есть они теоретический материал знают, и тот традиционный, допустим, подход, который они испытывали, они могут уже непосредственно отойти от традиционного и выбрать какое-то другое вступление для них. Следующая, вторая часть, списать аргументы. Казалось бы, ничего сложного, но тем не менее, именно в этой основной части наши учащиеся как раз-таки и испытывают затруднения. То есть аргумент состоит сам из следующих пунктов. Первый аргумент – доказательство, комментарии и микровыводы. То есть микровывод отвечает на два вопроса – что и почему. Если учащиеся ответят в микровыводе на два вопроса – что и почему, соответственно, микровыводы будут сделаны. Давайте посмотрим дальше, что собой представляет и как мы обучаем учащихся писать вот именно аргументы. Вам предлагается структура аргумента. Именно так мы учащихся пошагово, прям по каждому предложению обучаем как раз-таки писать. Аргумент первый, например. Я думаю, одна из задач литературы – будить в человеке чувство Родины. Обязательно второе предложение должно пойти – раскрытие этого аргумента, распаковка. Одно предложение – мостик для того, чтобы перейти непосредственно к доказательствам. Например, не случайно русские поэты и писатели в своих произведениях неоднократно обращались к теме Родины. Ну а затем уже предоставление непосредственно доказательств, фактов того, что учащиеся владеют этим материалом, не могут на литературных произведениях привести примеры. То есть дальше уже идут доказательства. Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок – все эти поэты показывали Россию с разных сторон, с ее достоинствами и недостатками, но прежде всего с большой любовью к отчизне. Ну и дальше, последнее, четвертое предложение – это комментарии. Наверное, эти яркие признания в любви к Родине не оставят никого равнодушными. Таким образом, первый аргумент у вас будет состоять где-то из-за четырех минимум предложений. То же самое вы начинаете отрабатывать с аргументом вторым и также вы отрабатываете с аргументом третьим. Таким образом, основная часть будет прописана. Ну, здесь вам дается пример аргумента из литературных произведений по теме «Доброта и жестокость». Я не буду это заочитывать, вы с этой презентацией можете ознакомиться сами и сами уже определить для себя структуру аргумента. То есть каждое предложение, что будет означать – переход доказательства либо микровывод. Дальше, следующее. Конечно же, не торопитесь дать тему учащимся и сказать – вот, пишите аргументы. Отведите лучше один-два урока. Очень хорошо вот именно отработки, правильно создавать аргументы. На своих уроках мы прям учащимся даем вот такие вот таблички на каждого. И когда дается определенная тема, начинаем отрабатывать первый аргумент. Учащиеся записывают первый аргумент, раскрывают аргумент, приводят пример доказательства, а затем комментарии. Затем в качестве формативного отзыва учащиеся как раз таки передвигают, обмениваются своими запомненными карточками. Таким образом они могут прочитать сразу же несколько аргументов и несколько вариантов ответов. То, как это сделали учащиеся другие. Соответственно, вот именно кропотливая такая работа, пошаговая, она помогает очень, значит, в обучении наших учащихся. Следующая, третья часть, которую мы обучаем учащихся – это вывод. Опять мы можем задать вопросы или нашему учащемуся, или в данном случае сейчас каждый сам себе или своему коллеге. То есть какие выводы мы предпочитаем писать, почему мы именно так постоянно заканчиваем свои эссе, какие классификации заключений вообще существуют. Опять мы предлагаем учащимся варианты в качестве теоретического материала, в качестве скафолдинга и поддержки. По мнению многих методологов, как раз таки есть варианты заключений, в основном два методологи утверждают это заключение вывода и заключение следствия. И, соответственно, как завершить свое аргументативное эссе учащиеся – это уже на его усмотрение. Допустим, на заключении вывод. То есть это вывод, конечно же, не повторение аргументов. Это обязательно новая информация, которая носит обобщающий характер. Нельзя заканчивать в выводе именно основной мыслью, основную мысль путать с идеей. Вам приводится непосредственно здесь вариант заключения вывода, который предлагается тоже Морозовой, соответственно, на тему «В мой жестокий век восславил я свободу». И вы можете это прочитать. Вывод следствия, то есть когда необходимо выйти за рамки уже сказанного. То есть какое последствие имеет, допустим, то или иное произведение. Влияние произведения на читатель, на литературный процесс в общем, на молодежь, возможно, актуальность темы, которая была поднята, проблема, которая рассматривается в данном произведении. То есть вот такие вот теоретические материалы, поддержку мы обязательно даем нашим детям. Это помогает нам, во-первых, проанализировать и свои, значит, выводы, вступления. И в конечном итоге уже знание того, как пишутся выводы, несколько примеров мы им приводим, а затем уже они начинают работать самостоятельно. На следующее, на что мы обращаем внимание, это вот у вас на слайде структура аргументативного эссе. Человек, должен ли человек подчиняться требованиям эпохи? Я-2, это 11 класс. Соответственно, здесь вы видите вступление, тезис-1, тезис-2, вывод. Но мы подразумеваем, что тезисы, мы еще с вами аргументы, что делаем, распакованы так, как мы сейчас только что выше об этом говорили. Следующее, на что мы обращаем внимание, это на дескрипторы. Согласитесь, дескрипторы очень хорошо помогают для того, чтобы не только оценить, но предоставить прежде всего формативный отзыв, как учащемуся своему же согласнику, либо же учителю. Поэтому дескрипторы, ну, например, «Духовная пустота» делает безликая внешность человека. Седьмой класс, Я-2, значит, дескрипторы, которые вы можете непосредственно использовать после того, как ваши письменные работы будут готовы и давать их учащимся перед тем, как они начнут работать. Когда учащийся знает, что от него требуется пошагово, то и соответственная работа будет уже написана, соответственно, на более качественном, высоком уровне. Коллеги, посмотрите, какие вот хорошие, конкретные, прямо дескрипторы. И вы получите тот результат, который… То есть дескрипторы – это ваши пошаговые действия. Например, пишут в соответствии с темой, ну, это естественно, тему необходимо распаковать и раскрыть. Соблюдать логическую последовательность. Для нас очень важно, когда учащиеся, вот именно все три части правильно расставляют. Каждую часть обязательно нужно написать с красной строки, потому что если даже учащийся не начинает с красной строки, это уже нами засчитывается как неумение вести логическую последовательность. Выдвигает тезис, приводит первый аргумент, подтверждает примером. Пример в зависимости от того, какую тему вы даете. Либо это тема литературного… На литературную тему, соответственно, приводит к вам пример из литературного произведения. Либо пример из собственного опыта. Это тоже очень-очень важно. Чуть позже, когда я еще зачитаю все дескрипторы, я на этом более подробно остановлюсь и прокомментирую. Дальше. Делает микровывод. Приводит второй аргумент. Подтверждает пример. Точно так же. Опять так же. Литературный аргумент на республиканском уровне. Делает микровывод. Дальше. Опять. Приводит пример. Приводит пример на глобальном уровне. Микровывод. И делает общий вывод. Почему я вам даю какие примеры? Примеры из собственного опыта. Пример на республиканском уровне и пример на глобальном уровне. Это очень важно. Потому что вы можете оценить работу учащегося, мышление учащегося, как он мыслит. А наши учащиеся должны выходить за рамки того, что они есть, что они имеют. То есть они должны работать на глобальном уровне. То есть если, допустим, вы приводите какую-то общественную, социологическую тему, рассматриваете актуальную, вы можете, например, интернет. Соответственно, как эта проблема решается в Китае? Как эта проблема решается в России? Как эта проблема решается в Соединенных Штатах Америки? На республиканском уровне. Как эта проблема решается на уровне нашей республики в Казахстане? Ну и на собственном, из жизненного опыта, это конкретные примеры из семьи. Значит, это примеры могут быть на локальном уровне. То, что происходит, то, что видят учащиеся в школе. Возможно, тем, допустим, какие-то кружки, которые они посещают, связаны, например, по теме спорт. Соответственно, это тоже будет личный пример из собственного. Продолжение следует... 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 Простите, у нас тут были технические неполадки. Но ничего страшного. Вы, Маша, несколько слов уловили. Конечно же, написать сразу аргументативное эссе – это очень сложный, нелегкий процесс. Это длительный процесс. Поэтому, в зависимости от того, какую тему вы рассматриваете, какой раздел вы рассматриваете, естественно, вы опять оказываете скафолдинг, возводите леса, подмозги для того, чтобы оказывать поддержку нашим учащимся в виде разных стратегий. Для того, чтобы выйти с говорения, допустим, на письмо, из чтения, затем сразу перейти на письмо. Поэтому, соответственно, я уверена, что все эти стратегии вы используете, которые вам затем помогут в написании вашей научащенности аргументативного эссе. Стратегия «Опять почему?» – цитаты и комментарии. Очень хорошая стратегия. Прошу вас использовать ее как можно чаще в своей практике. Дневник двойной записи. Попс-формула замечательная, которую все ее используют. И здесь вы можете привести... Можете видеть пример. Седьмой класс, Я-2. То же самое. Попс-формула на основе текста, учащийся затем выстраивать свое аргументативное говорение. Дальше следующее. Академическое эссе. Так. Ну что ж, уважаемые коллеги, вот я смотрю у вас вопросы. Да, у нас была техническая неполадка здесь. То, что Ирина пишет, написать не успеваем, чуть медленнее говорите. Сейчас в конце мы вам предложим эту презентацию, как вы можете ее скачать. Поэтому ничего страшного. Главное, что вы сейчас нас услышите и, возможно, зададите какие-то вопросы. Мы только что, вот, несмотря на неполадки, но тем не менее, в течение 10 минут, Салтана Бекетана, моя коллега, она уложилась по поводу аргументативного эссе. Итак, в восьмом классе у нас пишут академическое эссе. И в девятом классе у нас будет дискуссионное эссе. Буквально несколько минут мы бы хотели остановиться на разнице вот этого эссе. Смотрите, что предполагает академическое эссе. Помните, да, в восьмом классе у нас есть такая цель, я один имеется в виду. Вот сейчас больше Салтана Бекетана останавливалась на Я-2, потому что там идут везде Я-2, русский язык как второй. У нас идет создание эссе рассуждения, создание аргументов. Там идут в основном рассуждения, рассуждения, аргументированные, аргументативные эссе и так далее. Но вот в Я-1 есть академическое эссе. Вот посмотрите, коллеги, обратите на это внимание. Если вы видите эту структуру, то структура у нас такая же, как и во всех эссе. Вот здесь есть очень хорошие, здесь альтернативные какие-то моменты. Мы сразу хотим с Алтаном Бекетанской коллеге сказать следующее. Я всегда слушателям это говорю и сейчас хочу повторить для всех. То, что мы сейчас даем, это не руководство к действию, а это лишь та альтернатива, которую мы предлагаем. Конечно, вы также можете найти какой-то материал по написанию того же аргументативного эссе, того же академического эссе. Мы вам лишь хотим помочь и предложить какую-то альтернативу. Вот посмотрите, как возможно писать академическое эссе. Воступление главное это тезис, какая-то проблема. Самое главное это то, что в академическом эссе есть вот такой наклон, фокус на какую-то научную проблему или идею. То есть вот когда мы вчера общались, на днях общались с авторами этой программы, и когда мы у них спросили, что вообще предполагает академическое эссе, что требуется от детей при написании академического эссе, авторы этой программы, они сказали буквально следующее, что ребенок, который умеет писать академическое эссе, он умеет использовать академический язык вот того предмета, на котором он пишет это эссе. Ведь ребенок может писать на биологии это эссе, на математике он может писать, на литературе он может писать эссе. Может ли он использовать академический язык данного предмета, данной дисциплины при написании этого эссе? Вот это очень хорошая вам подсказка к тому, что предполагает академическое эссе. Посмотрите, как аргументация здесь строится. Вот здесь вот 3-4 аргумента за, 2 аргумента против и так далее. При этом, вот сейчас, когда Салтана Бекетайна говорила об аргументах, то здесь, если это академическое эссе, то эти аргументы, посмотрите, заканчиваются фактами, и эти факты, они берутся из какой-либо научной литературы. То есть они имеют эмпирический, эмпирический, то есть проверенный опытом, да, или теоретические какие-то свидетельства. И вот посмотрите, заключение, могут быть самые различные варианты. Вот вариант, констатация, да, мы доказали что. Вот там есть тезис, и в заключении они пишут, что мы доказали то или иное, там, допустим, делали заключение. Или же что-то еще непонятно, и над этим стоит думать. Ну и в конце академического эссе предполагается список литературы. Почему, как вы думаете, правильно вы отвечаете на этот вопрос, потому что вы пишете с опором на какие-то научные теоретические источники. И вот по дискуссионному эссе, вот посмотрите, если, к примеру, в аргументативном эссе мы берем две позиции, и на одну из этих позиций мы встаем, правильно, Сатана Викентайевна? То есть две позиции мы рассматриваем, какие-то, возможно, противоположные позиции, да, но тем не менее мы встаем на одну позицию и защищаем именно эту позицию. То в дискуссионном эссе, посмотрите, вот какая существенная разница. Мы действительно тоже приводим два противоположных мнения, точно так же, как и в аргументативном эссе одного какого-то вопроса или одной какой-то проблемы, но с двух сторон. Но при этом, если в аргументативном эссе мы встаем на какую-то одну позицию, то в дискуссионном мы не встаем на эту позицию. Мы обе эти позиции, мы начинаем доказывать, комментировать, предлагать аргументы какие-то, факты. Вот посмотрите, убедительные примеры в подтверждении первой точки зрения и примеры в подтверждении противоположной точки зрения. И только в заключении мы обобщаем или излагаем собственное мнение. Вот это принципиальная и существенная разница между дискуссионным и аргументативным эссе. И это нужно понимать, это нужно знать. Так, ну что ж, мы пришли к заключительному нашему слайду. Итоговая обратная связь. Прежде чем мы ответим на вашу вопрос, где это взять, презентацию и так далее, будут ли сертификаты, сейчас, пожалуйста, оцените полезность проведенного вебинара по четырехбальной шкале. Поставьте цифру 1, если вам все это было известно, и ничего нового вы не узнали. 2, получила полезную информацию. 3, подумаю над реализацией этих идей. И 4, я попробую на практике вот те аргументы, которые говорила, вот как учить вступление, как учить детей делать аргументацию, как учить делать детей заключение. И вопросы какие-либо, предложения, возможно, напишите, пожалуйста, просто в обратной связи. Ну, в основном получили полезную информацию, подумайте и попробуйте на практике. На практике. Жазера, спасибо большое. Гульгуна, я рада вас приветствовать. Хорошо, очень полезно. Какие-либо еще вопросы, ну, кроме тех, которые уже звучали. Танюша Калюжная подключилась. Спасибо большое. А, Гуляим подключилась. Очень хорошо. Хорошо. Еще, еще. Возможно, какие-то вопросы, возможно, какие-то предложения у вас есть по написанию эссе. Академическое эссе, да, было предложение более подробно. Угу. Академическое эссе. Более подробно на академическом эссе. Угу. Так. Что вот конкретно, давайте мы из экономии времени, мы все-таки посмотрим, да. Значит, главное, когда мы пишем, когда ученики пишут академическое эссе, очень важно, чтобы они отражали какую-либо научную проблему или идею, которая связана с теорией. Возможно, с наукой. С каким-то предметом. Это же восьмой класс. Никто не говорит о том, что они должны какой-то научный труд писать в академическом эссе. Ни в коем случае. Это восьмой класс, даже если это язык первый. Но тем не менее, тем не менее, используя академический язык, как они могут, допустим, те же аргументы подобрать, да, используя академический язык по своему предмету, например, могут ли они вообще писать химическим языком, математическим языком, например, да? Может быть, они в качестве фактов будут приводить какие-то открытия или факты из области науки, из области академической именно литературы, почему и называется это эссе, именно академическим. Так, хорошо. Ну что ж, теперь вот по поводу вопроса. Вот этот слайд перед вами стоит. Коллеги, мы с вами заканчиваем 45 минут, мы с вами укладываемся. Посмотрите, вот здесь вот QR-код. Если у вас сейчас нет приложения, через которое вы можете сейчас отсканировать QR-код, вы его можете сейчас просто сфотографировать на свой смартфон. Просто сфотографируйте его, вот этот QR-код. Потом вы на фотографии в электронном ли виде, в распечатанном ли виде, вы можете навести на фотографии этого QR-кода и можете получить эту презентацию. Другой путь, как можно получить эту презентацию, вы заходите на сайт нашцпм.тз, да, Валентина, я отвечаю на ваш вопрос. Это можно сделать через QR-код, через приложение QR-кода. Если нет приложения QR-кода, еще раз говорю, сфотографируйте. Вот сейчас прямо сфотографируйте этот QR-код. Сфотографируйте. И затем, когда вы уже скачаете приложение, вы можете на фото навести и скачать эту презентацию. Презентация будет на вашем телефоне. Или же другой выход. Вы заходите на цпм.тз, во вкладку «Вебинары», вводите или же наши фамилии введете, или же название развития навыков письма «Эссе», и перед вами откроется содержание этой презентации. Вот, Карла, я только что объяснила. Вот, да, ваши предложения как раз-таки говорят о том, что материал сегодня был достаточно полезный. Не просто интересный, он был полезный. Да, можно не убирать, Наталья Николаевна. Фотографируйте. Фотографируйте. Спасибо, Татьяна. Пожалуйста, оставляем обратную связь. На предыдущем слайде вы потом можете увидеть список использованной литературы. Вы также можете пройтись по этим ссылкам и посмотреть тоже этот материал, по которым и мы в том числе готовили эту презентацию. Ага, спасибо, Жазера. Теперь по поводу сертификатов, Татьяна. Этот вебинар проводится не с целью, чтобы вы получили сертификаты. Этот вебинар проводится для профессионального совершенствования вашего. Поэтому здесь нет цели выдавать вам сертификаты. Здесь есть цель, чтобы вы узнали и поняли разницу между типами эссе и могли помочь детям в написании этих эссе. Спасибо вам большое, уважаемые коллеги. Мы с вами прощаемся. Елена, здравствуйте. Спасибо большое. Светлана Морозова. Я очень рада, что вы зашли. Да, это очень нужный материал. И не только для словесников, я согласна. Да. Гуляим, это огромное вам спасибо за то, что вы поделитесь с коллегами. Коллеги, пожалуйста, поделитесь, пожалуйста. Потому что правильно говорит Светлана, что этот материал не только для словесников, не только для русоведов. Этот материал нужен еще и учителям других дисциплин, других предметов. Ну что ж, огромное вам спасибо за участие, за активное участие в нашем вебинаре. А всем успехов. Спасибо большое, коллеги. До свидания, до новых встреч. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Всего доброго. Рината, позовите, пожалуйста. Вы что там боитесь? Рината. Там боитесь. Там, когда они пояснили, я подошли. Ну, все равно позовите. Ага. Всего доброго. Рината. Пока.